Но я бы хотел сказать не про телевидение абстрактно, потому что тема очень сложная. Хотя на самом деле можно сказать и о телевидении, что сейчас то телевидение в том виде, в котором оно существует, в том, как оно стремительно теряет свою аудиторию и интерес аудитории, потому что очень большая часть аудитории уходит в интернет, совершенно конкретно, потому что сейчас есть просто реальная альтернатива. Телевидение, к сожалению, не обеспечивает сейчас все потребности, которые у людей есть в доступе к информации, в доступе к каким-то культурным, всему тому, что связано с культурой. То есть я имею в виду, это и мировое кино, это и музыка, искусство, потому что оно рассчитано на достаточно такой, знаете, средний уровень, средний и низкий уровень. А ведь далеко не все такие люди, да? То есть есть люди и продвинутые, которые хотят получать гораздо больше. И если телевидение не будет учитывать вот эту тенденцию, да, то есть на самом деле не отвечать вот этим потребностям, этим критериям, то аудитория будет стремительно все дальше и дальше будет уменьшаться, она просто будет разбегаться. Поэтому я думаю, что телевидение должно очень сильно корректировать свое именно... Вот именно в этом плане, в этом критерии оно должно совершенствоваться. То есть постоянно не идти за какими-то вот вкусами, да, которые существуют на сегодняшний день, оно должно эти вкусы опережать. То есть и быть на ступеньку выше этих вкусов. Понимаете, не подстраиваться под более низкую вот эту планку, а наоборот эту планку постоянно ставить выше и подтягивать уже, соответственно, к этой планке аудиторию. В этом весь смысл. А то, что касается, там вот есть вопрос следующий, телевидение моей мечты, да, то есть каким бы я хотел, например, если бы у меня была возможность сделать телеканал своей мечты, да, каким бы я его хотел видеть. Ну, поскольку я имею отношение прямое непосредственно к музыке, да, вот у нас сложилась такая ситуация с нашим музыкальным телевидением, которое у нас в России существует на сегодняшний день, каналы. Несколько лет тому назад, пару лет тому назад, один из крупнейших музыкальных каналов, ну, прежде чем закрыться, да, руководитель этого канала выступил с таким интервью, что он выразил свою мысль так, что сейчас музыка стала неинтересна зрителям, поэтому стали крутить уже на этих каналах там какие-то ток-шоу, сериалы, мультфильмы, поэтому, дескать, мы закрываемся из-за того, что эта музыка стала неинтересна. Но у меня возникает вопрос. Ну, тогда с какой целью выкрутили такую музыку, которая неинтересна? Ведь дело все в том, что если взять европейское MTV или там телеканалы, ведущие там Viva, VH1, которые в Европе как работали, так и продолжают работать. Я ловлю себя очень часто на том, что я приезжаю за границу, например, на гастроли, в номере, включая в гостинице телевизор, я не могу оторваться. Потому что это просто... Ну, во-первых, это там и классика рока, да? Потрясающие просто клипы там классических роковых исполнителей. Это живые концерты. Как современные концерты, которые сейчас проходят. Но это не пластмассовые лица, условно говоря, одних и тех же там десятки артистов, которые кочуют с канала на канал, да? Которые притворяются, что поют, а публика притворяется, что им это нравится. Понимаете? Потому что это уже неинтересно смотреть. Ну, и это не клипы, которые попадают по причине денег в эфир, в эфирную сетку. То есть, как бы критерии другие. Это должно быть интересно, вот мне поэтому интересно. Вот. И очень большой, конечно, большое упущение — это ведущие. То есть, это личности ведущих на каналах. То есть, поэтому, если бы я... У меня была возможность сделать музыкальный канал, то есть, канал своей мечты, конечно, это была бы в первую очередь интересная музыка, включающая живые исполнения, как классики музыки, я имею в виду классики современной музыки, начиная там с 50-х годов, начиная от Элвиса Пресли, там, Эверли Бразерс, лучшие образцы вот того, что было, и включая сегодняшние дни. То есть, самая современная, актуальная и, самое главное, интересная музыка. Спасибо. 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 Спасибо.